Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, которое, пожалуй, будет необходимо каждому человеку. Быстрая ранняя усталость в наши дни, согласитесь, есть практически у всех. Так вот, видео называется в этой связи Каковы причины постоянной усталости, вялости, слабости, сонливости? Как поднять энергию? А причин тому основных восемь. У большинства людей есть эта проблема, но люди не могут справиться с этим, поскольку одной причины хронической усталости и одного решения здесь нет, как и нет волшебной таблетки. Но поскольку точно есть объективные причины такого состояния, то и устранять надо все возможные причины, поскольку выделить одну и понять, что дело именно в ней невозможно, но точно возможно, устранив все возможные причины таких состояний. Тем более, что их устранения пойдут на пользу всему организму. И вот тогда получится поднять энергию, укрепить организм и повысить работоспособность. Итак, перед тем, как я приступлю к объяснению этих восьми причин и что же нужно делать, чтобы каждую из этих восьми устранить, я вам дам совет. Под этим видео будут очень важные ссылки. Вот все то, о чем я сейчас говорю, а это как бы подведение итогов. Ведь у меня во многих видео были ответы на эти вопросы, но собрать это все воедино сложно для обычного человека, да и память у людей плоха. Потому это видео будет как бы квинтэссенцией и оглавлением. А вот эти два видео, которые сейчас я вам скажу, непременно потом посмотрите. Первое называется «Вы с утра без сил? Так как устранить синдром хронической усталости и вернуть бодрость, силу, энергии?» А второе видео называется «Вам нужно больше энергии? Тогда активируйте спящие митохондрии». Вот как это происходит внутри нас. И вот тут я объяснил очень важную тему про митохондрии. А ведь это наши энергетические станции организма, где и происходит процесс синтеза АТФ. Ну а теперь 8 основных причин. Первое – это стресс. Он изнашивает организм. Он отнимает силу и энергию. Особенно стресс на страх. Особенно долгосрочный стресс. При любом стрессе, особенно длительно, вырабатывается гормон кортизол. А это глюкокортикостероид. То есть, поняли, уже это связано с глюкозой как-то. Так вот, этот гормон изнашивает организм. Он усиливает глюкогенез. Тогда повышается сахар в крови, даже если вы не едите сладкое. То есть, он преобразует, как бы возьмет сахар из белков и жиров, превратит их в глюкозу. И может быть даже глюкозная кома. Ну, при постоянном и долгом стрессе. На помощь здесь придет витамин В1. Он снижает стресс. Ну и вообще важна вся линейка витаминов группы В. Спирулина в этом случае, как естественный природный поставщик, практически всех витаминов группы В поможет. Ссылка будет в описании. Итак, в итоге речь идет о гиперактивности надпочечников и выработке огромного количества кортизола при стрессе. А когда он постоянный, то происходит сбой в работе надпочечников. И это называется усталость надпочечников. Из-за колоссальной нагрузки на них. То есть, надо устранять стресс. Это первое. Второе. Сон. Плохой сон приводит к усталости. Помните, что гормон мелатонин вырабатывается в полной темноте и с 11 вечера до 3 утра. Поэтому в это время должна быть глубокая фаза сна в полной кромешной тьме, чтобы на расстоянии вытянутой руки не было видно даже пальцев рук. Только тогда и только в этих условиях в полной, должной мере вырабатывается гормон мелатонин, который и не только нужен для роста детей, развития их. Все правильно. Но это и гормон молодости в какой-то мере. Это противораковый гормон. Это гормон, который регулирует другие гормональные системы организма надпочечников и иные. Но есть еще и клеточный мелатонин. Особая форма. В каждой клетке он содержится и влияет на его работу, интенсивность. Инфракрасный свет, то есть спектр солнца, который дает всем нам известный, видимый, какой эффект тепловой. Поэтому пребывание на солнце улучшает сон. Даже спать хочется на солнце. Разморило, мол, слышали? Вот это по этой причине. Если зима, если север, если погодные условия не позволяют печь, раньше были у всех русские печи, ну или камины, так вот открытый огонь делает то же самое. Ну а совсем в искусственных условиях красные лампы, именно инфракрасные, не светодиодные, лампы прогрева, ну которые, например, в курятниках устанавливают, понимаете, да? Вот они, вот этот красный теплый свет. Раньше такими лампами в советское время, например, лечили атиты, когда прогревали уши, ну внутреннее ухо. Еще важную вещь скажу, ни в коем случае не принимать синтетический мелатонин, категорически. Надо сделать все, чтобы организм сам вырабатывал свой мелатонин. А вот как наладить сон в глобальном смысле, вот так же по полочкам, у меня есть видео, посмотрите, ссылка будет в описании, не поленитесь. Третий фактор, третья причина. Физическая работа при стрессе необходима. Тогда стресс проходит, снижается стресс, улучшается настроение. Физическая работа, хороший сон, отсутствие стресса. Эти три перечисленных важных фактора помогают бороться с усталостью. Не допускать ее. Четвертое. Инсулино-резистентность. Да, дорогие друзья, сахар, сахара изнашивают организм, вызывают быстрое старение и отъем энергии. Да-да, глюкоза не дает энергию. То есть она дает, конечно, в начале. Но потом идет быстрая ответная реакция. Это нарушение, если можно так сказать, оборота энергии в организме. Тема эта глубокая. И сейчас о ней я рассказывать не буду, поскольку полностью ее раскрыл пятью-семью моими видео. Главное из них – инсулино-резистентность. И посмотрите еще вот это, которое называется «Что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней?». Что я советую в этом смысле? Применять интервальное питание или, по-другому, интервальное голодание. Пятая причина – дефицит витамины D3 и К2. Это предельно важные витамины. О них у меня были отдельные видео. Но я вам советую посмотреть хотя бы вот это про решение данных проблем лучшее. То есть не синтетическими препаратами, а натуральными, органическими. И это так называемое масло 4 в 1, которое содержит и D3, полученное не синтезом, а экстракцией из лишайников. А также витамин К2, определенные ферменты и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ссылка на этот уникальный натуральный препарат будет тоже в описании под этим видео. Шестое. Это синдром хронической усталости, как квинтесенция, можно сказать, усталости периодической. А ведь причины, главные синдромы хронической усталости, это воспалительные процессы в организме. А они возникают по трем основным причинам, связанные с питанием. Потому что, конечно, есть и другие причины, но с питанием три. Кстати, одна из них это как раз потребление сахаров, сладкого. И потребление высокомолекулярных белков животного и растительного происхождения, например, белков лектина. То есть, первая причина это воспалительные процессы в организме и дефицитные состояния на те или иные, очень важные питательные элементы, например, многие микроэлементы, такие как цинк, скажем, или селен. Уберите воспалительные процессы. Как? Уберите все сладкое. Перейдите на кето-питание. Посмотрите мое видео «Веганское кето-питание». Ну а видео под названием «Синдром хронической усталости» поможет понять эти проблемы и, соответственно, решить их. Если вы займетесь собой, конечно же. А еще в этом смысле скажу еще раз про витамины группы В. Необходимы и В1, и В2, В6, В12, В9, фолиевая. Все они есть, кроме В12, спирулиния. Так вот, хлорелла, водоросль, содержит тот самый натуральный витамин В12. Помимо этого, есть неактивные, дезактивированные пищевые дрожжи, нетермофильные, иные. Ссылку на них я оставлю. Там как раз содержится натуральный В12, помимо прочего. Ну и также я советую потреблять отдельно, дополнительно, микроэлемент цинк. Если же вы будете еще потреблять фукус в гелеобразной форме натив, но не сухой, а именно гелеобразный, чтобы именно можно было получить все необходимые питательные вещества, а не только вкус, тогда вы устраните, по сути, ну, все дефицитные состояния, которые в наши дни есть у всех людей. Почему, вы спросите? Пища бедна питательными веществами. Почему? Потому что почва ими бедна. Это я объяснял в своей лекции уже много лет назад. Лес и почва. Будет интересно, посмотрите. Ссылку тоже оставим. Ну, а седьмая причина – это болезнь лайма. Слышали о такой болезни боррелиоз? Это бактериальное поражение. Переносит эту болезнь, как правило, клещи, хотя не только они. Но те самые лесные клещи, которые переносят некоторые из них, в том числе энцефалит. Энцефалит переносит не все, а боррелиоз в большинство. Если вас кусали клещи, исследуйтесь на боррелиоз. Потому что если с энцефалитом время упустить, то, как говорится, можно получить инвалидность или умереть. Ну, а с боррелиозом живут долгие годы и не понимают, почему у них медленно разрушается весь организм, усталость и так далее, и так далее. Исследуйтесь на эти боррели. Это анализ крови делается. Очень просто все. Ну, а укрепить организм и лечить боррелиоз естественными препаратами тоже возможно. Есть препарат Боррелис-Про. Он был специально разработан, причем на основе именно только растений разных, для лечения боррелиоза. Ссылку на этот препарат я дам вам. Тем более сейчас, в летний период, это особо актуально. А помимо этого, ешьте больше чеснока, хрена, тимьян, куркуму с черным перцем. Кстати, посмотрите мое видео «Куркума» обязательно. Что еще в этой связи я скажу? Низкая кислотность желудка – это большая проблема, потому что дефицит питательных веществ часто возникает именно из-за низкой кислотности. При низкой кислотности плохо переваривается пища. КПД всасывания питательных веществ уменьшается. То есть наблюдается плохое усвоение, слабое переваривание пищи. Что делать? Яблочный уксус придет вам на помощь. Натуральный яблочный гостовский уксус по чайной ложке на одну треть стакана теплой воды. Выпивать за 5-7 минут до каждого приема пищи. И вы, во-первых, улучшите пищеварение, а во-вторых, усилите дезинфицирующие свойства желудка. А ведь желудок, помните, это не только орган для переваривания пищи, как некоторые думают, там для мяса. По причине того, что в желудке кислая среда, да еще фермент пепсин вырабатывается. А ведь на самом деле желудок это орган, который является барьером на пути попадания инфекции в организм. А ведь грибки, вирусы, бактерии это тоже белки. И именно их способен желудок, если среда в нем кислая, 1, 2, 3, PH, переварить, убить основную их массу. И так для этого яблочный уксус подойдет как нельзя кстати. Ну и восьмая причина это дефицит калия и магния. Но в этой связи скажу просто, ешьте больше зелени, как можно больше зелени, особенно дикоросы. Самые полезные из них, крапива, сныть, лебеда, молодые листья одуванчиков, лопух. Эти 5 видео про эти 5 уникальных трав есть у меня на канале. Ну что ж, ссылки оставим для вашего удобства в описании. Всего лишь посмотреть описание, нажать необходимые интересные вам ссылки и посмотреть эти видео. Я советую их конспектировать. Конспектировать память человеческая большинства людей не способна воедино это все собрать. И главное удержать на долгое время, сопоставить. Поэтому конспект самое правильное человеческое изобретение в этой связи. Ну и в завершении скажу еще вот о чем. Первое. Водородная вода. Это настолько недопонимаемая людьми тема. Речь идет про свободные атомы водорода, которые какое-то время держатся отдельный аж, а не аж два молекула. Понимаете? Некоторые над этим смеются не очень, невежды. Но этот процесс известен и физикам, и иным специалистам. Так вот, есть приборы, которые генерируют водород. И есть технологии, которые позволяют до 8 часов держать этот водород в воде. А вот что он делает? Ну, давайте так. Посмотрите просто мое видео под названием «Живая вода. Водородная вода». Ссылка будет на первом месте в описании под этим видео. Это предельно важная тема. Кстати, я даже до сих пор не ленюсь говорить. Советую прочитать книгу доктора Гарбузова «Иона водорода лечит рак». Ну, по поводу рака, как панацею, только не воспринимайте. У меня много видео об онкологии на канале. Найдете, если захотите. Кому-то важно это для профилактики, так сказать, и так далее. А тем не менее, водородная вода – это фактор номер один. И вот еще в завершении последнее. Что скажу? Есть препарат Т8 Экстра. Он пробуждает как бы митохондрии. Они переходят в наиболее активный свой режим работы. Плюс переход на веганскую кето-диету – самый правильный вариант. И, конечно, убирайте все воспаления. Поэтому, подведя итог, я могу сказать, что убирайте стрессы, укрепляйте свой сон. Физическая работа жизненно необходима. Все люди, долгожители, физически активно работают с утра до вечера. Убирайте сахара. Устраняйте свою инсулинорезистентность. Проверьте сахар. Витамин D3 плюс К2. А убрать синдром хронической усталости можно устранением воспалительных процессов в организме. И устранением дефицитных состояний, важных питательных веществ, которые жизненно нам необходимы. Помогут в этом вам, в первую очередь, уникальные водоросли спирулина и хлорела. Они есть у нас в продаже. Ссылка под этим видео дана будет. Это фукус с гелеобразной форме натив. Это пищевые дезактивированные дрожжи. Это куркума с черным перцем. Это яблочный уксус, который улучшит дезинфицирующие свойства желудка и усилит разбор сложных питательных веществ до более простых для их легкого усвоения. Ну и специфические вещи, такие как проверка на боролиоз и, конечно, потребление большего количества зелени, особенно дикоросов. Ну а о солнце, воздухе и воде я говорить уже не буду. Ну а более подробная информация, структурированная, четкая, по темам, все эти темы будут даны по ссылкам под этим видео. Нажимаете слово «Еще» под видео, открываются ссылки, читаете и переходите на те видео, которые вас заинтересуют и на те товары, которые вы захотите приобрести для устранения всех этих проблем. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду.